Матч Роб против Зарза, Фикс 5 Первая карта Лиги Онзамэп для всех участников Лиги, как для Симмипро, так и для Пролиги, однако есть разница. В Пролиге было введено Фикс 5 для того, чтобы увеличить зрелищность матчей и компенсировать тем, что зарегистрировалось всего 7 участников. Зарза, Роб, я, Асус, Старлей, Лукну, вот еще забыл. Так уже ждут у нас. Роб ждет Зарза и мы начинаем. Позже может присоединиться к нам Ангел. Все готово. Первый матч. Демо против Ванильной Юсы. На левом споте у нас стартует Зарз. Ванильной Юсы против Роба ХД. На правом споте Влада Малишн. Стандартное БО. Роб хочет пойти в 3 суплая. Да, так оно и есть. А Зарза у нас... Идет 2 суплая по фангам. Да, все четко. Видим барак от Роба. Ну и Зарза сделает 2 суплая. Команник пока не предает. Я думаю и не собирается. И завод, завод. Видим мы завод. Нет, не будет делать у нас завода Зарза. Сначала будет ждать припавления ванга. И вот сейчас будет готов у нас завод. Да, так оно и есть. А вот Роб у нас собирается делать подрыв. И не делает 3 супла. Видим дозер. Гонится за Робом. Да, отлично. Предотвратил, но тут норочка уже достраивается. И делает барак. Отлично. Отличное такое решение. Уже побороться с влашником на центре. Но не успеет взять этот борт. Это очень печально. И тут трат такой беспаленный. Выезжает первый хаммер. Зарза 1400 хватает на два хаммера. Плюс тут еще барак можно сделать. Робот 575. Почти готов подрыв. И что-то тут было. Не пойму что. То ли... То ли подорвал случайно своего жароба на мин. Не знаю, что это может быть. Посмотреть, что случилось. Подорвал суплайку. Роб не заметил я этого. Собираю своих бить дозер. Да, удачно у него получается это. И такая беспаленная норочка с ней застроится. Роб живет на двух суплах полноценных. Здесь еще не делает. Хотя мог вот сейчас прям сделать. Неплохо контролирует карту. Пока Зарза в центре лучше разбежался. Отлично. Но не успел вот этот бункерочек. Думаю сейчас выучить флешки Зарза. Кладов пока нет. Так что бояться за чунуки, ну как минимум. Если там будут РПГшников много, то вот-вот у меня. Две течи выезжают, она стоит почему-то. Так, ждет РПГ. Потреб. Вот. Нет, потреба. Платит, платит у нас рот. Ужасно, платит пять тысяч. Можно ставить дворец, встретить суплайп, брать вышки, все что угодно делать. Не контролирую ситуацию сейчас. Хотя ЗАГС, кстати, слишком плохо показывает себя, не уводит чину. Хотя я РПГ не добиваю. Вот сейчас люди попасы. Отлично, лично справляется у нас ЗАГС. Отбивается от атаки, вот видим течь, не убил я. Я готов! Не видит все это дело. Флешки выучены, кстати. ЗАГС может потерять сейчас. ЗАГС может потерять. ЗАГС может потерять. ЗАГС может потерять. До сих пор не убивает за течь. Так, секунду. ЗАГС может потерять. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Хочет копать в спальнерах. Не знаю, даст ли это ему. Сделать рот. Достанет делать скоток. Не замечает его. И снова подрыв. Снова, как я понимаю, сухлая. Все правильно делает, да. Снова подрыв сухлая. Каким-то чудом есть. Сделать еще раз. Багля! И пошел за Акспатаку. Зря я сказал на счет того, что... Победа уже в руках. Ну и посмотрите. Только чудно, что-то падает. Понятно, что падает. Разрешил. Но он теряет хамвей. Один, два, три. Три хамвея потерял. Очень печально. Зарза сейчас. Чунуки чекает. Отсюда сейчас должен выйти квад. Видим здесь еще. Чунуки подошли. Не видит этого... Да ну, бросьте. Не видит этого воров, не контролирует ситуацию. Не видит этого. Видим, копит у нас там есть. Копит, копит. Зря я так думаю напала раньше чем надо. И вот здесь он уже видится. Пошла атака на вторую. Ииии. Ииии сейчас мы... Думаю я сейчас должен зачистить у нас одну сторону Зарз хотя бы отбить. Посмотрите, опять подрыв суплая И опять деньги есть Каким-то чудом у Зарса Нужно делать второй суплай на всякий случай Здесь и здесь хотя бы Но уезжает, отступает у нас Зарс Робот тем временем готов уже Творец, денег недостаточно Я думаю для Нет, не так много, копит Копит на рынке Здесь до сих пор Копают ченнуки Под бункер Видим уже два баги Ну, я думаю, это чешит Тут уже растягивают время У нас срок Четырьмя буклами можно Просто спамить двух заводов И не давать соперни Ни малейшего шанса Копсинь Разбился у нас уже Доп Да, чай Вот это И вот Попит Не вижу я повышение Зарисов Где же Где же Где же Где же Очень сильные Клады Ключковые Опасности Дешкалены Или как Или как На софлях Один Один Комвей Остался И уже тут Подступает Мало того, что еще Двыбаки Ну, сейчас Одного завода Много не посмотрю Не менее Закс пытается savings Победа Победа most likely Субтитры Субтитры Продолжение следует Если Субтитры Надеюсь Субтитры Субтитры Добавил субтитры DimaTorzok Зальц у нас терпилой оказался Добавил субтитры DimaTorzok 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 Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 Более для гвашников подходит Так как Стоит отжать вот эту вот сторону Как от китайца остается буквально ничего Один сухлай И тут можно забункериться Прорядок идти сюда Опять же опасно Здесь находится гвашник Здесь уже работают человеческие факторы Кто как сыграет Роб побежал сразу Наверх к Зарзу И хочет видимо построить норочку беспалевную Роба что мы видим Не делает коробочку Против нюка Мне кажется против нюка как раз и нужна Дальше бежит Бежит сюда видимо И здесь еще Суплай не сделан Норочка уже вовсю строится Видим суплай Плюс завод И снова подрыв Никаких пока Мер не предпринимает О посмотрите И вот тут опасно Опасно становится для Зарза в первые же минуты игры Не успеет он доделать Гатлинг пушку И страдает его дозер Не успеет он ввести Слишком медленно Слишком неповоротливый Первый имид вышел БМ И вот здесь Вот здесь Вот Ох ты ж Норвется Норвется БМ И взрывается Первая потеря Вторая потеря И очень трудная ситуация Сейчас фаст пропаганду идет У нас Зарз Подрыв пошел Беспаливного раба вытащил Делает норочку Все по плану Все как папка учил Подрывает у нас завод Без заводом остается Зарз И очень опасная ситуация Становится Здесь снова Приближается он С дробь Норочками Всего один БМ Один БМ всего лишь остался Здесь Достраивается уже норочка Страдать будет Суплай И реактор Достраивает у нас пропаганду Но зачем она Когда завода даже И нету намека На завод Денег 4500 Слишком много Не тратит у нас Не на что тратить У нас заразу денег Робо все в порядке Есть Фултеч Подходит Мародер Все хорошо сейчас Робо И здесь Тоже будет страдать Экономика Если вспомнить Неудачно Неудачно Решил заехать Поставил Минки вовремя Реально Тяжелая ситуация Сейчас для Загзи И уходим Леха Посмотрим Насколько он поможет Снова Минки Спасает Загза Что мы видим Страдает у нас Страдает Суплайка Выходит Лотос Потряс Вовремя Выходит Второй Овер Минки 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 Да Поставил У нас Маяк Тороп Тороп Уже Идет В третий Суплай Отлично Его Забункерил Страдает у нас минка отменяется неоправданно мне кажется хлопушку делать особенно когда вот здесь новичка прям под носом и мою делать может прокачаться дворец уже на половине пути раскатывает по флангам у нас ров опасно когда вышку взял тем временем за ведь не вижу лотоса гаданда захватил вышку и уходит обратно как таковой 1 1 вышка начинает уже страдать вот здесь просто раскатывает по флангам как дитя у нас и выходит уже с этой стороны увидим сегодня бас джерман есть и вот что сейчас не хватает это катаке лица заказа нету дашь последний был уничтожен буквально недавно ладно вон сейчас сделаем погромче так попросили сделать микрофон погромче ну и как мне кажется это уже 2.0 польза руба неплохо начал отлично закончил секунду так напомню я читаю чатики хэллоу токсик шаг взял вышку зачем непонятно один завод всего лишь остался у рыба и страдает у нас страдает от чармана второй овер подбирает у нас страдает взят уже да взят открыт на суицид погибает последний оверлорд все остался 5 зольверов назначить всего один ступай тянет время зарис вот так вот дорог не щадит своего соперника и это все счет 2.0 польза вы вороба по деньгам намного превосходит у нас роб по юнитам по всем постройкам и как я и говорил в начале игры все таки демо тут выглядит поприличнее отобрал у нас отжал так сказать суп лайку пошел зарис в атаку с другой стороны и потерял уже вторую суп лайку страдать начал экономика не успевал везде и не сказал бы что барин бедленс балансная карта все таки кажется что здесь гвашник превосходит всех слишком узкий проход китаец здесь не очень комфортно чувствует особенно заезжая вот на эту горьку где суп лайка стоит где неудобно проехать и все это на пользу гвашнику поэтому счет 2.0 третья карта третий экран и карта у нас melting snow напомню счет 2.0 это 12 сезон лиги играет у нас зарисробом вторая по счету встреча первая прошла между лукманом и зарзом которая завершилась 3-2 в пользу зарза тоже тяжелые битвы и рандом начал играть за все таки зарза теперь и выпадает ванильная чина зарзу и дроп у нас стартует за ванильный китай стандартно 2 суплаи здесь 2 суплаи никаких дропов никаких ноэка и делает у нас руб завод плюс барак будет спамить танкхантеров гатлинги труповозы в дальнейшем возможно миги с напала руб у нас хочет видимо отбиться от первой атаки и что-нибудь придумать в будущем занять все домики да и здесь барак строить чтобы так же отбиться так же иметь чем противостоять думал что пойдет захват нет здесь пока нет захвата нет намеков на него и где-то едет вот едет первый у нас там и первые потери дает просто так зависть у нас дозер и посмотрим выживет ли вот это нет не выживаю отлично справляются а вот хамвея хамвея потерял или он пошел чиниться да так но есть не потерял у нас камни и зайцы и все отбился ручку и сейчас у него все хорошо есть уже строительство филда все у него хорошо отбегаться вообще нельзя что делать сейчас запись непонятно видит гатлинка и возвращается на уничтожение его все-таки нужен крюсейдер либо сейчас брать то у потому что может не успеть не успеть к тому времени когда выйдет первый миг я думаю выглопа заранее потратил деньги на напалму денег нету у него едет труповоз гатлинг таракетчиков спамит сейчас есть первый миг напалма пока нет он строится думаю делается ничего не выходит с завода выучился погибает сразу 2 сразу 2 хамвея но уничтожаются микки по моему 3 мига уничтожил или 2 один дозер и спасать 2 выводит сразу уже есть группа для пухами здесь тоже страдает экономика я думаю сейчас должен выйти погибает погибает вся группа у нас но и руб остался без двух пигов без дозера без соблотраков посмотрим что из этого выйдет пошел захват у нас загс и уже делать дроп зону так близко к стратегическому центру что может погибнуть как и стратегический центр и так и дроп зона как бы не одобряет такое строительство как по мне сейчас я думаю нельзя давать вообще ни одного юнита можно пойти контролировать фланги и хотя бы 2-3 а венчера которые будут как с танк хантерами бороться вот с этим так и с мигами опасными для ванильной юсы так и для остальных юс более деньги у роба есть можно потратиться на пропаганду нет делает миги миги много мига очень хорошо выглядят нет только сейчас видит который можно уничтожить на халяву и только сейчас летит на их уничтожение первая венчер но очень поздно 2 хамвея сразу ложатся не есть хорошо для зараза и только сейчас а венчеры выходит очень поздно можно было обойтись без потери вот эти 2 хамвея снова делает круг у нас убой не вязать очень много в гражданском здании по деньгам народ 1902 200 хватает деньги на командник я думаю можно строить пропаганду для лотоса для хакеров если пойдет вторичную экономику либо сможет задавить зараза и обычным спамом техники труповозов ракетчиков мигов все это вместе очень опасная сила так захват выучен но не дает а нет захватил вышку миги на готове загна тем временем командник отстроен и сейчас перевес явно в сторону зараза уходит понемногу камни у нас полный практически денежка тут капнула зараза отменяет у нас друг зону дорог по мелочам начинает уничтожать соперника но я думаю этого мало нужно хотя бы было взять вот отсуток лайку хотя поставить гатлинг пушки но не делает этого игрок приближается у нас зараза как первая жесткая спичка уже на базе роба уже есть и центре кстати приспал я когда был построен добавлен пропаганду пошли миги сливается к этому времени 6000 флата у загза потратился видимо на такую зону опять деньги есть так что все в порядке технологический заг сейчас подавляет здесь уничтожает лайку и уже не убиваем и становится такой вот повышение в дефиците и уходи за весел потратить вместо 20 а 10 еще 21 в пользу гроба и вот а а вот у у г Продолжение следует... 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 Настройка скайпа... Настройка скайпа... Сейчас иду... Настройки... Настройки звука... Микрофон... Так, забыл я сцену изменить. У нас GeoA против Infantry, и ZARS у нас стартует клашником против Info. Так, у меня вроде микрофона максимум не знаю, что-то забыл. Ну, не знаю, можешь просто тихо говорить. Так, что мы имеем? Значит, Inf против Глы от ZARS, да? Вчера, когда я ZARS жаловался, что не люблю против Info играть, он мне сказал, что Inf для лохов. Вот сейчас и проверим, кстати. Ну, Inf такой вот. Специфично у нас. Ну, может быть, меня он откровенно раздражает. Я вот пытаюсь как-то, да, я вот вчера писал, но никак не могу. Не тянет, получается. Так, справа фланга Нара готова у ZARS. Слева вот еще готова. Буквально весь центр занял у нас ZARS. Да, интересно. И сразу пошел в атаку? Ну, кстати, интересно, показываю рейдж. Атаку за Глашника против Infantry. Просто всем, чем есть, всеми ракетчиками в атаку. Плюс присоединяются террористы из барака. Ну, барак-то немножко далеко находится. Страдает сразу же первый аванпост. Так, вот, течь, наверное, почти едет. Ну, а вот это зря, мне кажется, сделал. Так, дракону бы пошел, блин. И подрыв отменяется у ZARS. За какое-то такое вялое начало. Да, он в последнее время что-то не играет, по-моему, наверное, теряет уже. Зарис? Да, и интерес потерял. Не знаю. Так, а Роб хочет пойти или в Миги, или в Ликс. Такое интересное. Уже на пол. Слева у него тут букер стоит. И в здании, короче, один танк-ханкер. Роб не туда жгет. Дракон сейчас погибнет. Так, потихонечку и ZARS в здании сажает своих ЭПГшников. И справа, рядом с вышкой, и этим, вот, еще норка. Да, кстати, вообще беспалевно сделал. Походу, ZARS делает акцент на ЭПГшников плюс квадру. Да. Так, теперь две АОшки будут встречать этих триквада. Триквада, много ЭПГшников. Но вот квадами идет вперед, вот это, мне кажется, зря. Да, надо было... Наверное, он в этот момент куда-то никуда переключился. Не успевает. Нет, Миги делает, кстати, отлично. Справляется с ракетчиками. Так, все, эта атака отражена Робом. Да, неплохо справляется. И уже ракетчики справа пошли. Ча, отключи. Кого? Дракон, я говорю. Он и драконом, и миниганером покрел, короче, на двух этих ракетчиков. Невнимательно немного Роб. Или миниганером. Походу, оба игрока немножечко так волнуются, совершая такие маленькие ошибочки. В принципе, непростительные игрокам по уровню. Ну, я думаю, я тоже сегодня сыграю, кстати. Пора бы уже. С чем? С Робом? Да, возможно, с Робом сыграю после этой игры. Мне бы размяться только. Буквально одну-две игры. И можно начать. Пропаганда уже, видимо, от Роба, кстати. Мне кажется, разминаться нужно именно с теми игроками, у которых ты можешь выиграть. А вот лично мне после поражения как-то падло бывает еще играть. А победа, наоборот. Да че. Мне можно с любым играть. Так, а Оршка тут стреляет по строящейся норке, да? Ну, мне кажется, сейчас прогибает всю оборону. Ну, Зарза буквально все три норочки, осталась только одна, и то еле как живая сейчас идет на нее. Надо было ему сразу по этому, по су-плай, наверное, нет? А, хотя он уверенно так. Там, походу, много Танк Хантера внутри, в ООшке. Да, достаточно. Буквально. Пропаганда готова у Роба. Кстати, норочку эту замаскировал у нас Зарз. У него на сейве у Роба встроится нора уже 90%. Ох ты ж, блин, вот это камбэк будет. Так, только там все заминировано, а он, возможно... А, хотя он должен знать, там же... Нет, сейчас стрельнет и должен увидеть это. А, вот Роб побежал сам. Да, Роб видит еще минки. Ну что? Беспокоиться не о чем. Справа наверху тоже войнушка идет. Суплай потеряна, Зарза. Вообще кровавая мочевая начинается. Да. Вышки... Вышки есть у Зарза. Зарз, блин, по мигу не стреляет совсем. Ой-ой-ой. Роб-то у нас страдает. Да. Так, где наверху только что войнушка была? Ну и уже наглеет Зарз, делает дворец прям под носом. Он походу издевается на нюх. Он в прошлой игре сделал Заюсу этот парадроп. Да? Ренчеров. Вот это смешно было. Решил повеселить, да, всех зрителей, так. Так, у этого, у Роба тут все заминировано, но для Робов это не проблема. И вот уже слева на Ансейве получается строить завод. Барак мы уже готов. Сейчас этот клад пойдет на линию. Я только сейчас понял, откуда все-таки Робик пошел. Лосиха захватывает вышку нефтяную. Нефтяную. Нефтяной завод. И видит вот эту норочку. Уже суплайка уже нагло идет Зарз. Позволяет себе. Так, что у него на сейве творится у этого на базе у Зарза? Только как клады гонят. Второй дворец строит. Так, похоже, он чувствует себя прям очень неверно. А танк-хантеры, смотри, минуя соплайку, этот дворец и его второй лезут на его квад. Так, походу. Робо, если и... Достроится реактор, то денег полностью нет. Да, потерялся, походу. Норку пропустил. Да. Так, вот и потерял он. Кладшу, кладшу, кладшу. Ну вот, инфа есть такая. Если ты теряешься немного, теряешь контроль по флангам, то ты привыкываешь. Да, мне кажется, ДФС он хорошо играет. Ну, какую-то лигу отыграл полностью за инфа. Или девятую, или десятую лигу он отыграл полностью за инфа. Не помню, ты знаешь. Что-то, что-то моча в голову стукнула. Хочу инф. Вот дракон. Он командник строит ЗАРС прямо в этом. В квадратики. Ну, у тебя, на время соперники. Ну да, ЗАР, этот Роб, точнее, уже не могу сдаться. В принципе, интересно, на что он надеется. Если ЗАР заж строит, говорите, он будет на мейне. Все вышки, один, два, я как-то их здесь сейчас сочетаю. Кстати, у меня не лагает стрим вообще. И у меня? Мой не лагает? И твой не лагает, и у меня игра вообще не лагает. Ну, отлично. Странно, да? С учетом того, что мы с тобой не из Москвы. Блин, только в Москве нормальный коннект, нигде больше нет. Так, классика тут между двух бараком. Будет круто, если лап сейчас мимку отстроит. Ну, он СПЛ переехал в Москву, и все, у него лагать дико начало. Да? Да. На модеме сидит пацан, или на чем-то. Так я всю жизнь на модеме. Напомню, кстати, счет у нас какой? Счет 2-1, и счет становится 2-2. Пока ничья. Интересно. Последняя игра. Да, официально отдал две игры, чтобы интересно интригу поднять. Ну, я бы не сказал. Все-таки там Зарис... Реально не получалось, да? Не получалось, по флангу раскатывал роб. Первая игра была демо Юса, то есть Зарззаюсу, и на онзам мапе, опять же, раскатал подрывами. Согласен, очень трудно. А на Барен Бедланс, опять же, роб демо, и там по флангам тоже раскатать, изи. То есть, это... Вот я этот Барен Бедланс, не вижу эту карту, совсем не уничтожу. Кстати, вон, Шагер у нас. Шагер? В лобби. Не знаешь. Так, что-то икра немножко залагала. Лакер, говорит. Лакер? Он прям как Алексей. Там звезды не так встали. Там построил нору, блин. Не двигай. Кстати, а рестарт, да, имеют один рестарт у нас, пока не потратили. Хотя, я бы потратил рестарт вот в игре нюк демо. Все-таки китаец плохо чувствует себя на Барене. Чистоглазник, как ага. Согласен. И в пролиге имеют участники договориться о каком-то любом мирове. По обоюдному согласию. Согласен. Согласен. Этот... Санька, тебя ждем, значит. Точно. Я забыл. Надо бы ник сменить в Жендермании. Так, чайно. Вот теперь он точно рест делает, скажем так. Вот. Да. Не делает вторых ошибок у нас. Роб. Успехом у него в любом случае шансов было больше в пути сгулы. Хотя... Хорошо, что он не брал рестарт. Не, кстати, карта неплохая для китайца. Много вышек и не такие... И широкие проходы. Тут уже человеческий фактор отыграет. Насколько ты сильно играешь за китайца? Для Сайза самое то. Сайз Тащимба. Сайз Тащимба. Счет 2-2. Снова Роб, снова Зарц и Танк Юса. Так, всю Робу, мне кажется, тоже... Мне кажется, он не отмекрит на должное. Не отменяет матчап Зарц? Нет, отменяет? Не знаю, ненавидит у нас Зарц с Юсом. Ой, в смысле, китайцев, да? Ну, за Танка-то можно неплохо откатать. Ну да, я думал, у него заспаллены. Ну... Почему так? Ну, кстати, насчет Ванильной Юса. Ванильная Юса намного сильнее остальных. Того же СВГ, того же Лазера, потому что есть артиллерия, у Лазера ее нету. Насчет СВГ? Насчет СВГ? Насчет СВГ, ну, нужно забункериться, надо отбиться, надо подготовить убойную группу и только после этого уже атаковать. Счет СВГ важно, чинуки сохранят. А вот самый слабый, мне кажется, для танка, мне кажется, это все-таки эго, потому что... Потому что у него только хамби. Это... Танков нету. Это, Саня, тут уже все ждем тебя. Да, что-то кикнуть не могут. Лезут уже. Какие-то пацаны. А почему-то Ая самый слабый для танка, у него же чинуки эти дешевле, можно сразу по два чинука. Ну, мне кажется... Наверное, от карты. Чем карта больше, да, Юса успеет, там, взлет, по-моему. Да, чем карта больше, тем Юса более-менее стабильно себя чувствовал будет. И, во-вторых, танк-то медленный. И, как бы, Юса может приехать по флангам, раскатать и... Все, бай-бай. Роб у нас с пехом, кстати. Так, Юса лазер от Зарза, значит, посмотрим, как он будет теперь микрик. Заодно для меня пусть это будет мастер-класс. Хотя, я считаю, инф никакой опасности не представляет для Юсы. Особенно лазер. Если он микрик, прям на таком должном, образцовом уровне. Он на Зараз будет, видимо... Да, так упасть будет. И, да, это Ликс будет. Это будет Ликс. Как, посмотрим, как теперь Зараз реагирует. Привет, ты тоже картаешься, однако. Шики пишет. Он сейчас в трупе улетит, да. Шики пишет, ты тоже картаешься. Че там щики пишет? Ты тоже картаешься, однако. А че Ликс отменят, скорее всего? Ай, блин. Нет, мне кажется, не отменят. Хотя, вот, теряет одну машинку. Ну, спасается тут дроп. Деньги у него на Ликс есть. А вот... Пока на базе что-то пусто. МДшники. У него еще этого не изучено на Хамве. Да, вот это... Камень преткновения для Юсы, когда ты сделал дроп неудачный, а у тебя денег нету. Не то, чтобы на Венчер, даже на Хамве и на Тол. Так, всего 200 у Зарза. Два Ченука у него качает. Может, что-то... Может, как-то... Так, второй, что ли, дроп летит? Непонятно. Так, бункер еще не готов у Роба. А вот... И пытается отбиться у нас. Зарза от... От Хеликса, но пропускает его прям под носом. Без шансов прям. Я на Дашник велк. Все. Минус один Ченук. Нет. Спасает, спасает. Пока Тол нет, можно, наверное, не сажать. И погибают все МД, абсолютно все. Так, завод уже у Роба XD готов на мейне. Да. Так, и Танк Хантеры в Алексею не вставляют. Вот, иначе, и теперь 3 МДшника бегут. Успевает Лазерлок навести, но этого мало. Еще живой Хеликс. Так. Первый Аванпост выходит. Да. Так, слева Танк Хантер бежит, наверное, будет в этот сажать его Роб. Да, бункерочек такой. Вообще, беспощадный бункер, на самом деле, такой маленький и сильный. Так, Жарс, походу, решил захват, так и у него рейнджеры бегут. Кстати, вот Бост уничтожается. А, вот, ИТО, кстати, готово. Так, бежит прямо к Танк Хантерам, интересно. Так, как бы сейчас этот Хаммер у него не лег, а вот ИЛИКС за ним. Так, держи, Лазерлок. Зарсаля, как играть против Инфа за Юсу. Не читал статью Гатуза. А что там было, кстати? Там подробно написано, как играть за Юсу против Инфантрии, наоборот. Интересненько. Как отбиться от ЛИКСа, как за Инфа. Я сейчас только вспомнил, я же читал это, просто я сейчас не помню, что там. Раньше то ли на Лиге, то ли на каком-то турнире, помню, я у СТЛ-ки выиграл 2-0. Да, я помню это. Как раз я вот сейчас только вспоминаю, это получилось после того, как я прочитал статью от Гатуза. И там был такой момент, мол, первым этим труповозом и спаном Танкхантера в центре. Да, да, да. Враж такой начальный, да? И на удивление заканал И Ликс проезжает, кстати, по правому флангу. Вороба уже. С этой стороны, с верхней стороны строить этот. А, все уже то, готово. Ликс погибает? Беспощадно. Так, по-моему, Зарс тут все уже, баланс поймал в этой игре. Дзен поймал и строит Айрфилд за лазера. Он опять решил поприколуться подожжим. Кстати, а у Ромбота на базе ничего нету буквально. Буквально нечем отбиться. Ой, ну да, большая пачка Ханги. Интересно, на что он надеется? И Роб что-то непонятно, почему у него ничего нету. Забункерился по всем флангам и забыл про центр. Да. Такие ошибки я совершаю. Дракон неплохо ждет. Не успевает только дожечь. А вот и АО. Минус Хамвей. Срочно надо бить по заводу. И Минок не боится, их нет. Трет прям на АО. Как Хангкер. Кстати, Арифилд построил, чтобы чинок починить в итоге. У Зарза еще фло от 3900. Да и Роб тоже. Интересно, что он труповозу-то не делает? Хотя бы один. Оба не берут вышки, вот это забавно. Зарз уже мог выучить и за это время, пока атаковал все это захватить. И отстроиться по полной. Прям это супер оружие. страт центр у него уже строился. Сейчас будет все очень достроен. это еще больше уменьшить шансы Роба взять победу в этой игре. Вот. Атакует значит танк хантеры здания в центре. Ну кстати тут мощная группа по центру отбился все-таки. И серч почти готов, но вот Авенжеров нету. И флешки даже не выучены. Да, я вот кстати тоже хотел сказать, надо было ему флешки брать. Вот сейчас флешки жизненно необходимы. Особенно под серчем, когда далеко могут стрелять хамве и посты не успевают в общем-то. Тут же пострел тут же. Чувствует себя слишком уверенно. Да, главное чтобы эта уверенность кстати миги в воздухе уже. сплава один он уже потерял просто. Напалм то выучен уже. И уже идет по левому флангу. Так. В бункере у него есть интересная вещь. Оба не дают захватить вышки. Просто уничтожая тропу уничтожил по правому флангу. Зарис по левому. Командник почти готов. левому. Какие рапторы летают у зарбы. Ну против постов они неплохо кстати выглядят. Да. Один обычный раптор может уничтожить пост. Так, дракон по центру. Один мдшник выбегает. Посмотрим что выйдет из этих рапторов. Убивает последний дозер. и остается без повышения у нас ров. Ну вот это может сыграть на пользу Зарзу. Кстати спасает вот одного раптора это точно. Нет. Оба погибают беспощадно. И убивают миниганеры двух чинуков на левом фланге. А ну да кстати я их не заметил. Так аошки никсуются с уже с ЕЦМ идёт правый верхний ансейл у Зарза. Да сейчас у Руба есть что три барака завод филд ну как бы этим можно задавить тем более что есть пропаганда можно лотоса заказать. погибает не щадит хамвей свои под ЕЦМ неплохо выглядят посты аошка едет прям к суп лайке вместе с этим ЕЦМ теряет чинок сейчас Зарц напоминает Хауке который даже когда его атакуют в полной жопе находится но он строит дроп зоны все ради экономики хватит 3800 и лотос вышел кстати вышку захватывать будет еще один пехотный ликс видимо раскатать по флангам хочет и что Зарис наконец-то выучил флешки счет напомню 2-2 решающая игра это фикс 5 по-моему в первые такое сделали из-за дефицита участников даже на кубок лиги не хватило делал дефицита что заметил дал из-за высокого уровня на всякие мелочи Они как бы не обращают внимания Например, вот эти два МД-шика Которые Ниганы показывают Я бы попробовал их убрать Как-то Их хаммерами Подконтрить А вот просто их оставил Он же их увидел По любому раз хаммера туда направил Ну да, не успевает Концентрация в середине игры уже падает 12 минута Видно, Роб уже расслабился То есть делает непонятные вещи Делает ядерную ракету Ой, ядерную пушку Нюкэнон Лучше бы он хлопушки делал Да, не более поворотливые Но они опять же страдают Кстати, вот Ликс полетел На фланг Там его, наверное, встретит один МД-шник Так, танк-хантеры в центре У Жарза Вот теперь он попел на них Походу, гимничкой попробую Слишком медленно, слишком медленно Авенжеры Ликста успевает заехать Сможет уничтожить, я думаю, троп-зону Нет, высаживается Он на Ctrl-F, что ли, поймал? Что? Хаммера, он похоже на Ctrl-F поймал С этим с Авенжерами Они тоже такие Недмительные стали Так, сейчас бы Зарзу, наверное, снайпера не помещают, да? Да, вот до снайперов дожить важно Но ЕЦМ-ка спасает тут немного Роба Слишком много у нас пехоты Однако есть Бартон Бартон, зато стоит, ничего не делает Страдает экономика у Зарзе Я думаю Должны быть повышения хоть какие-нибудь уже Да 2-10 полетели Наконец-то Кирилл 2 мига И Тропаганда будет уничтожена Да, уничтожает И этот Командный центр Уоба стоит на 26% Лучше бы он отменил Получил бы лишние 2 Красавя Ну, я думаю, это может сказаться в конце иквы Мало ли останется Последнее знание Я не знаю, пушка тут стоит Нахера не делает Вообще Чё к чему Так Меткин 2 тысячи на ровном месте Для Роба Барсов попер налево Очень много пехоты сейчас Очень много МД Очень много рейнджеров Вот чего не хватало Кстати, в начале иквы По всем флангам МД Со своей пехотой решил Походу, что Клин-клином вышибает Да Но вот если сейчас Ликс Поготовит еще один И Тем более, что нету Авенджеров Миги могут прилететь И уничтожить Всю эту группу Пехоту, да Ему сейчас К этой пехоте Авенджеры Нужны против Мига Вышек на карте Вообще не осталось То есть Роб у нас живет Буквально вот За счет Да, за счет Центра Только на центре Деньги остались У Зарза Еще есть Немножечко Буквально 1200 И все И у него Одна дробзона Нет, есть еще Кучки сбоку У Зарза Хотя, да И бежит Лосиха По флангу По левому Все Сейчас походу Команднику Она попробует Наверное Пробраться Да И все Чем без строя Ее занять Если Миги Смогут Прилететь Уничтожить Миги, кстати Прилетели Уничтожили Сколько Два Три Одну Медичку И два Хаммера Походу И все Это без Завенчеров И вот Еще Одна Стычка Так Клосиха Обнаружена Да Заметь Безбар Небольшой Криз Получился Еще Короба Работает Мамэни Роба Уничтожается Бартоном Бартоном Вот чего Не хватало То Все Лосиху Отконтрили Так Дракон Бежит Прям На этого На мины Сейчас попадет Блин Он драконом Отпугнул Бартона Ой Погибает Бартон Бывает Печальки Два Танкхантера Бегут К реактору Зарда Нет Палит Это Чекает Чекает Что Зард Сделать Непонятно Как по мне Так Все Сейчас На стороне Зарда Да Дозера Женет Мигов Нету Авиации Нету Деньги Буквально Последние Тратит Интересно Было бы Посмотреть На исход Да И на Саму Битву Если бы Роба Был Дозер Да Там бы Повышение Сыграли И все Мне кажется 4 НДшника Остальная Группа В мейн Побежала К робу Два Танкхантера По прежнему Стоят Нифига Не делают Рядом С реактором Да Даже Не хочет Либо Уже Реактор Снести Да Уже Бы Стратегически Попортился Поставил Минки И давай Полить Его Да Слишком Много Пацаны С флешками Творят Чудеса Новый Бар Там Стоит Дежурит С бункером И буквально Все Денег Нет У Роба Да Роб Стрел И Полетели Снова 2 А10 Так На завод Походим Завод Плюс Реактор Мне кажется Вот так Да Так оно И есть Уничтожает Оба здания И все Можно Поздравить Зарза С Камбэком Со счета 2-0 Он все таки Выбрал И забрал Сразу 3 победы Да Лакер Конечно Заз Еще тут Вот Наконец-то Танк-хантеры Начали Поздравить По реактору И сейчас Они погибнут Обрекли себя На смерть Одна АОшка От Роба По центру Еще хочет Что-то Показать Роб Последние силы Отдать Что-то непонятное Делает Всегда Я замечал Стреляет Просто В пол Так Мне кажется Достаточно Танк-хантеров И миниганеров У Гробов Ну Я не понимаю Есть ли Снайперал У Зарза У рейнджеров Взял Повышение Да 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 Так Все Значит Легли Еще Три Семь Танк-хантеров Слева Бартон Шалит Тут Снова Роб Из последних сил Хочет Убить Зарза Убьется До конца Так Ченки Просто Стоят Ну Все Зарза И Это Все Победа Зарза Мечта Интересная Битва Получилась Мне Кажется Зарза Прям Очень Уверенно Себя Чувствовал В этой И В предыдущей Тоже В целом Контролируем Ситуацию Как будто Сна Начнет Сетовать На Инфо Уже Два Рада Слив За Инфо Получается За Инфо Ну В первой За Инфо Мне кажется Это Пропустил Вот эту Норочку И Буквально Все Пошло Наперекосяк Весы Сразу Начали Падать С его Стороны Назарза Кстати Надо найти Сейчас Стримера Срочно Постараюсь Сейчас Отыграть С Робом Смотри Кать Твой Кент Нафаня Нафаня Нафанечка Нафаня Блин Я ему Позвоню Потом Может Ангел Будет Стримить Да Я хотел Сказать Но Я не понимаю Почему Он не хочет На Главную Потому Что Он Матюкается Жестко Допустим Это Будет Для Разнообразия Стример Ради Нас Прям Такой Так На этом Все Пока Всем Спасибо Всем Удачи Всем Пока Пока